Приветствую, друзья! Раскрою вам секреты психоанализа и автописьма в этом особом ролике для самопомощи. Да, и здесь я расскажу о том, в собирательном образе, не называя ничьих имён конкретно, в этом собирательном образе несколько человек, которым я оказывал помощь, просто я взял в целом. И они тоже посмотрят, может кто-то узнает себя, привет-привет, здоровья вам и счастья, и так. Психоанализ на самом деле заключается не в анализе, а заключается в том, что когда психолог или врач-психотерапевт наводящими вопросами выходит на больную душевную точку человека, ну, она открывается, естественно, и он всё говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и вот когда между словами нету больших промежутков, это я вычислил. Вот этот поток, вот этот поток речевой, синхронный, с текущим переживанием, снимает стресс. И после сеанса психоанализа человек говорит, ой, как я хорошо себя чувствую, так отпустило меня. То же самое автописьмо. Когда человек, ну, обычно это делали утром, эта женщина написала путь художника, она после инсульта, она садилась утром, когда ещё не до конца проснулся человек, вот она садилась и писала всё, что в голову приходит. То же самое, как психоанализ. Всё в голову приходит, а она вот выписывала. И через некоторое время она почувствовала себя лучше, выздоровела, стала художником, написала четыре книги, весь мир этому учился, автописьмо. Автописьмо – это именно вот когда ты не думаешь, как писать, а просто пишешь всё автоматически. Поэтому автописьмо. То же самое, как и психоанализ. Ты не думаешь, что сказать, а выговариваешься, выговариваешься. Поэтому, если вы соединяете ключевое дыхание, одну минуту просто прислушивайтесь, думая, о чём думается, переживая, о чём переживается, дышая естественным образом. Прислушивайтесь. Вдох у вас теплее или выдох. Одну минуту так сканируйте себя, ещё одну минутку продолжайте. Там совсем-то не важно, вдох тёплый у вас или холодный, или наоборот. Не важно. А важен сам процесс поиска тепла. Одновременно думая, о чём думается. И через минуту буквально вы становитесь спокойнее. Потом можете ещё минутку продолжить. И выходите на автоколебание. На волну. Делайте это по зелёной зоне. То есть так, как вам приятнее. Приятнее. И вот в этом собирательном образе, где у меня было несколько человек. Да, привет вам. Она рыдала и рыдала. Потому что, когда она сделала ключевое дыхание и стала переживать и переживать, о чём переживается, выпуская пар, как мы говорим, слёзы градом. И она говорит, я рыдаю и рыдаю, остановиться не могу, и меня покачивает. И я рыдаю и рыдаю. Я говорю, ну рыдайте, рыдайте, рыдайте. И так несколько минут. А потом говорю, сколько на шкале стресса? Здесь же 10, это совсем плохо трясёт. А здесь ноль безмятежность, здесь 10 делений. Вы все знаете градусник напряжения, индикатор. Она говорит, снизилась немножко. Она потом сама сделала. Сама тоже сделала. Ну, короче говоря, в результате двух таких вот процедур, я вообще там не участвовал. Я просто подсказал и всё. И она говорит, вот так снизилась. Почти ноль. Почти благодатное состояние. Так вот я и сказал, слушайте, вы возьмите, и вот когда вы делаете ключевое дыхание, а потом делаете автоволну, переживая, о чём переживается, и ни в коем случае не ждёте, когда же вас отпустят, вы просто продолжаете переживать, когда переживается, думаете, о чём думается, как думается, на волне автоколебаний, как мама качает ребёнка. И вот одновременно с этим, если вы соедините, принципы психоанализа и автописьма, а именно конкретно, как легче, закрыли двери до этого, чтобы вам никто не мешал, и чтобы никто не подумал, что вы с ума сошли. Потому что они же не знают, что это, ну, просто исключительный, коронный, ключевой способ быстро освободиться от всех стрессов. Они же не знают этого, на школе этому не учили, это в нашей школе, в будущем я учу. Потом дети будут всё знать и вообще не будут попадать в эти стрессы, шишки не будут себе набивать. Но поскольку вы уже попали, чтобы выйти, чтобы восстановиться, чтобы вам стало легко, вы одновременно с автоколебаниями, одновременно с переживаниями, которые соединили вместе, вы в этот момент выговариваетесь. И это получается психоанализ. В Америке это пошло, потому что там нельзя даже соседу выговариваться, грузить его своими проблемами. Там мой дом, моя крепость, да, и там специально человека нанимают, ему деньги платят, ему выговариваются. А мы же здесь живём, у нас своя культура. Вы там на плече у подружки поплакались, выговорились и успокоились. И здесь берёте, берёте, потому что, когда человек сталкивается с серьёзной проблемой, он на самом деле остаётся с ней наедине. Да, 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 куда-то все друзья деваются, куда-то все, никто не слышит вас, о чём вы там переживаете, говорят, да возьми себя в руки, да что ты нервничаешь, успокойся. Ну, это правильно все хотят помочь, но они не понимают, как вам плохо. И поэтому вы берёте, сделали ключевое дыхание минуту-полторы, выходите на автоволну, можете во время колебаний на этой волне тоже сделать ключевое дыхание. Пожалуйста, меня там кто-то спрашивал. Можно? Конечно, можно. Поэтому, напоминаю вам принцип ключа. Подбирайте себе те действия, которые вам подходят. Не надо здесь никаких шаблонов. Кто-то это делал так, кто-то это делал так, а кто-то добавил палец Хаджи Мурада. Пожалуйста, добавляйте туда то, что хотите, то, что вы чувствуете, что вам это проще. Палец Хаджи Мурада. Что такое? Берёшь, представляешь себе, что палец пошёл. Сам думаешь одновременно о том, о чём думаете. Параллельно. И палец пошёл, идиомоторный, или ключевой стресс сделать, и руки пошли автоматически. Можно подключать, пожалуйста. И вот вы переживаете, и выговариваетесь, и выговариваетесь, и говорите всё, что в головах, как мне плохо. Вот теперь, ну как же мне быть, я не знаю, как быть завтра. У меня того нет, мне тот обидел, или вот так вот. Мне плохо, я дышать не могу. Ну всё, что есть, выговаривайте. И вот когда вы соединили сразу ключевое дыхание, волну, психоанализ, когда вы всё вместе соединили, такой эффект получается. Но вы этот эффект не ждите в момент, когда вы это делаете. Он потом наступает. Потом. Он сам наступает. Слёзы идут, плачьте. Спать хочется, спите. Трясёт вас, тряситесь. А кто-то захотел добавить какие-то движения. Добавляйте. Что вам нравится, то и делайте. Это свобода в чистом поле. Потому что восстанавливаться можно, только свобода. Лечиться можно, только свобода. Но мы не лечим, я просто вам подсказываю, даю совет, как восстановиться быстро. И так несколько дней вы поделаете, вы заметите, что вы постепенно стали спокойнее. То, что у вас сильно, вот прямо так, вы не могли то, не могли это, не могли спать, теперь стало лучше. Да, это постепенно происходит. Это же такой курсик получается маленький, который очень полезный. Ну, прямо золотой. На вес золота там каждая минута, потому что столько миллиардов клеточек мозга синхронно начинают работать и вытаскивать из болота. И вы сами себя вытаскиваете, как Барон Михаузен, себя за волосы, как он вытаскивал. Ну, там, как метафора. Итак, соедините все эти несколько методик и желаю вам здоровья и счастья, друзья. Да, и так все будет хорошо. Вот вы увидите. Вы даже представить себя не можете, как вам будет хорошо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok